всем привет продолжаем рассматривать картины и их описание опубликованные книги сокровище искусство картины знаменитых мастеров художественной репродукции в фотографиях перевод и дополнение под редакцией александра бенуа издательства 1904 года якопа пальма прозванный пальма веки старший венецианская школа адам и ева веке ученик беллини развивался под влияние чимы карпаччо и тициана он отличается красивой композицией и обладает блестящим и теплым колоритом свойственным мастерам венецианской школы его фигуры с мягкими широкими складками одежды исполнены широкого благородного стиля но у него отсутствует торжественности драматичность других инициаций он изображает красиво и спокойно человеческое тело не волнуемые никакими страстями одно из лучших произведений пальмы адам и ева хранящийся в броншейской галереи долго приписывалась джаджоны к сожалению над этой чудной картиной именно следствие того что ее окружали большой заботой вниманием слишком усердно поработали благонамеренные но не умелые реставраторы однако им все же не удалось уничтожить прекрасное впечатление производимого картины пластическим моделью художнику послужил великолепные статуи другого венецианца ризо на фасаде дворца дожи венеции но пальма под влиянием зрелого возрождения смягчил энергичный натурализм средневекового скульптора более красивыми и изящными формами наиболее сильное впечатление производит картина благодаря своему чудному колориту золотистыми тонами красивого ногого тела которое так ярко и рельефно выделяется на темной зелени деревьев эрмитаж владеет одним из часто повторяемых пальмов святых семейств полными жизни и духовного спокойствия фигурами сгруппированными на фоне красивого пейзажа а также сильно пострадавшим но все же прекрасным мужским портретом вот такое описание картины я нашел книги издания 1904 года сокровище искусства картины знаменитых мастеров художественной репродукции фотографиров баде к нам по перевод и дополнение под редактой александр бенуа пока пока до свидания